Продолжение следует... Братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции, никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст, что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Алло, гуку, с вами боя, мы проходим метро Исход. В прошлой серии, так сказать, обвыкались, обживались. И, как я и предполагал, Артемку оставили без хлеба насущного, без оружия. Еще и подстреленного. С горем пополам нашли противогаз. За нами уже следят маленькие чертята, воронята. Наша задача сейчас выжить. Не что иное, как выжить. Не что иное, как найти хоть что-то, чтобы защищаться. И, как я и говорил, в принципе, сейчас мы начнем, видимо, с какого-то говенного оружия. Никто нам не даст хорошую акашечку с глушечком и калиматорчиком. Нам сейчас дадут какую-нибудь палку-копалку и будем махать ею направо и налево. Это, я так понимаю, аптечка? Угу. Давай ее используем. Жизнь стала чуть-чуть полегче. Вот бы у нас в жизни так аптечки раз, уколол. Вот эти маленькие крысеныши, они явно опасны, если стаи нападут. Так, фонарика у меня, к сожалению, нет, он разбит. Здесь, если что, можно было бы спрятаться, но пока я предыдусь, то не от кого. И поезд, самое главное. Концовка предыдущей серии ознаменовалась тем, что здесь по Москве ездит поезд. Зачем я снял противогаз? Так, протереть же как надо было. П? Ну, я же нажал П. Или я сильно его нажал? Он же так хорошо его протирал. Ну-ка. Это я снял. Это я одел. А если просто нажать? Да, все нормально. Это просто у меня пальцы толстые и тяжелые. Что-нибудь, что-нибудь, чтобы защищаться. Так, неприятные летучие мышки. Мне что теперь, после каждой... Пожгал наступление в лужу. Протирать себе противогаз. Я, наверное, в следующей серии уберу подсказки. Я уже буду сам решать, когда мне тереть. А когда теребить? Пошли. Поезд. Идрит налево. На нем джаггернауты стоят. Серьезные люди. Какого хрена? Поезд? Не метро поезд, а просто поезд. Паровоз. Так сказала Анна. Пара-пара-пара-пара-паровозик. Ты везешь большую тонну навозик. Я ползу по трубе гнилой. Подстреленный, но еще живой. Наконец-то, родные пенаты. В этих темных помещениях намного уютнее, чем на открытых просторах. И у нас начинается походу стелс. Мы уже на вражеской территории. А Макарова с глушителем у нас нету. По крайней мере без противогаза. Без фонаря. Молоток возьми, возьми. Молоток будем херачить всех. Понять бы на к чьей территории. Слушай, здесь такая кнопка есть. Ее нажимаешь, и ты типа медленно идешь. Но она, сука, так неудобно расположена. Я поменял немножко управление. Теперь мне удобнее нажимать ходьбу. Так, а у нас здесь нет, да, такого выглядывания из-за угла? Я пока буду идти очень аккуратно. Солдат, а чей солдат? Кому он относится? Такая вот ходьба, она более аутентичная, антуражная. Сюда я не пройду, здесь закрыто. Можно было даже не дергать, это и так было понятно. Никакого шума. Это крыски. Это маленькие крыски. Так, здесь я могу выйти, но здесь меня сразу... У нас поднимают свинцом. Так, поворотный круг просто меняет направление. Меня здесь не должны сожрать. Слушай, это что у них здесь за гидритовая налево? Ваза? Ваза. У них тут поворотные круги для паровозов. Пацаны, вы кто такие? Какой-то новый агломерат. Я вас, сука, боюсь. Вы серьезные кенты. Ермак явно человек хороший. Надо будет с ним закорешиться. Если не заткнешься, отправишься в котловак. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше, никаких. Понял? Не людей. Псс, Ермак. Псс. Есть что пострелять? Псс. Как же так? Что же поделать? Тварь небось. Страж! И-и-и-и! Человек? Как вы... Ну, слава богу. Еще аптечка. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Договорились. Стелсик, стелсик. Но графически игра очень хороша. Мне, конечно, очень жаль, что я не записываю 60 фпс. Просто карта с захватом моя не позволяет. Может сейчас можно будет его уронить? Пусть проверен. О, какой-то ермак межливый стал. Сображаешь, значит. Исправляешься. Не спешите. Не идти или не идти? Вставайте, так будет тише. Да я не встаю. Я вообще... Очень медленно иду. Тихонько подберитесь к ней. Блин, надо быть тупым солдатом. Чтобы не видеть, что в метре от тебя слева идет чувак. Слушай, ну они серьезные ребята, они прям хорошо укомплектованы. Давай, у тебя, дороги, точно не жопы. Вам за мной нельзя. Идите на лестницу. Да базаранули. Дерьмо, что ты там копаешься? А я это... Когда начинаю со стелси, сколько раз заметил же во всех играх, мне очень хочется молчать, ничего не говорить. Потому что это как-то ощущение, что тебя сейчас услышат. Вот еще ты меня паучи, куда-то что. Иди лучше здесь проводку брать. Все под контролем. Стойте. Придется вам его вырубить. Сумеете? Только не жумите. Что называется? Что называется обучалка в таком формате, да? Эй, Ермак! Интересно. Скорей, скорее, скорее. Все хорошо. Интересно, а будет выбор вырубать бесшумно? То есть, что называется, по-гуманному или прям убивать? В предыдущих же играх был такой выбор? Погодите, погодите. Или я старый маразматик? Стойте. обучение стелсу в стиле ермак но иди отвлеки его попробуйте отвлечь его вон мусор всякий отлично теперь кидайте вы нашли приманку нажмите c чтобы ее бросить на течении отвлечу возвращаемся так приманку бросить а куда ее бросить я здесь больше я могу только может быть туда подальше давай попробуем стелс в своем создается абсолюти все мы это уже видели все это уже мы делали темно да конечно но в принципе игра такая проходите быстрее задуваем все ермак больше мы с тобой не видимся анка там ругается не хватает в эти моменты каких-то сцен к т.е. какая тревога все чисто работает спецназ есть у меня теперь оружие но говеная и дритву на лево живучая скотина все паливо братва не дергайся идиоты давал теперь по закону военного времени одного расстрела мама это широкополосный подавитель радиочастот глушилка москва не слышит никого и москву никто не слышит ты слышишь артем ты понимаешь что ты был прав там не только россия там весь мир артем зачем почему вы прячете москву от мира и мир от москвы да потому что война все еще идет а вы как дети малых потом почитаем так чуть еще можно взять что-нибудь можно взять ваша она вместе лежала я и умыкнул надо бежать пока они не разобрались охрана ермак ты прям полезный чувак вам надо пробраться через двор вон в те двери откуда охрана выбегает быстрее сюда идемте кто вы ермак андрей владыч машины с паровоза бегите главное приберитесь вон там а там бог даст выйдет у вас а меня они знают внимание не братья андрей иванович зачем вы нам помогаете у меня была позже расскажу надеюсь берегите себя а есть подозрение что жмак не жалец подсади меня видно плохо вьюга началась тема не забывай про датчик видимости если не суетишься не летишь на свет заметить тебя сложно и индикатор не горит и фонарик не включай зря могут заметить так здесь есть режим полного приседа и он почему-то у меня отключился ну-ка да нет он рабочий это просто я так чё по оружию пистолет с глушилкой пистолет с глушилкой пистолет с глушилкой но всего три патрона да ну давай возьмем их от греха подальше что у нас про лентарю то так и нет у меня доступа в рюкзак да и заметки такая непонятно да не надо меня прикрывать этот как бы нормально фонарь работает фонарь работает ой я в толчок зашел так я в режиме присев меня не видно работаем все не торопимся и работаем вот здесь можно пройти явно очевидно интересно будет если можно что-нибудь найти там но мы же постараемся по стелсу ну и как вы помните наш главный с вами во всех стелс играх главная стратегия тактика пытаемся сделать все скрытно пока нас не запалили запалили ну извините как говорится будем убивать и материться все ушли да туда конечно очень хочется сходить но я пойду вот сюда как-то это выглядит более разумным решением здесь наверху вышка т1 т1 выбивает электричество черт подери черт подери я не знал что их там двое его кента завалили а он говорит крыса а можно трупы оттаскивать нет смотри можно поменять оружие да к это что такое не совсем понимаю я взял патроны меняю фильтр сколько у меня фильтров фильтр на 13 минут ладно работаем вроде труп он не заметил работаем по темным местам здесь наверху можно явно пройти да попробуем наверх мне кажется то самое место продвижения вообще в принципе наверное зря я убил того-то пацана ну как убил оглушил мне кажется можно было тупо пройти мимо и самый интересный вопрос еще в предыдущих частях метро уже было несколько концовок что с этим здесь с чтобы его выбрать а как выбрать банку а вот так мышкой да понял ладно век живи век учись с фильтром у меня все нормально но я знаю если что где лежит блин метельпурга так у меня здесь нету да получается никакого глушака у меня же здесь заметно блин и он на меня смотрит я попробую его отвлечь обед меняю позицию вид меня нет вроде не видеть Ну он сейчас меня увидит же блин Ну он же должен меня видеть Если он меня не видит, то он тупой Я вижу Да я знаю Вернись Вроде нормально Бля, чё так херово-то получилось-то? Ладно, пошла вода горячая, не получилось, простите, как говорится Но вот так вот как-то я спалился Что теперь, смолять что ли? Не совсем понимаю, зачем кнопка К сделана, что она делает, берешь патрон или что? Да, получается берешь Здесь еще что-то есть Я запалился, но я пока, грубо говоря, ни у кого не убил, я буду стараться никого не убивать Выбора-то у меня походу сейчас особого нету А почему я запалился, потому что он меня увидел? Или потому что что? Или было видно, как я его убиваю? Я не понимаю, они меня видят, но видят Кто с кем воюет, блядь Блин, зачем я его убил? Кто с кем воюет то? А походу мне придется шмалять Я, конечно, попробую здесь пробраться, но я никак здесь не проберусь Наверное, можно все-таки Слушай, а может быть это было по скрипту? Что меня должны были запалить? Я вообще не удивлюсь, если так и есть Я зря убил чувака Я постараюсь больше не убивать Ведь явно концовка зависит именно от этого Да, я зря этого чувака убил, ладно, конечно Есть подозрение, что это был скрипт То, что меня запалили Но это не точно Ну я внутри, а ты-то нет Аж полегче стало Так, ну что, берем все, что плохо лежит И даже больше Так, ну к пистолету, судя по всему, патронов я особо не взял Смотри, наложили-то, наложили-то Нет, пистолет и патроны тоже есть теперь Ладно, проходим пока с пистиком Давай почитаем заметки, которые мы пропустили Начать отдела снабжения В ответ на ваш запрос Сообщаю, что фактическая численность Личного состава на станциях Радиоотподавления Внешнего периметра По данным составило 5000 человек Из них подлежащего снабжению Дальными средствами защиты По особой норме сотрудников 3500 Технического персонала В общем, короче, здесь Армейксы устроили шумоподавление Памятка Внимание всех сотрудников Особой службы охраны Системы щит В текущем квартале Учитываются случаи Попытки прорыва кольца обороны Шпионами и завербованными агентами Из них характерных Демографических групп Женщины, старики, подростки Это доказывает Существующую эффективность Действия особой службы охраны Не оставляющая противнику шансов На успешное вскрытие Наших рубежей обороны И введение подробной деятельности Обычными средствами Именно поэтому все сотрудники ОСО должны относиться Своим обязанностям С особой ответственностью И без колебаний Применять особые меры К задержанным всех категорий Помните Враг хитер и коварен Он в отчаянии Бросает в бой последние резервы Однако враг Все еще силен А крыса загнанная в угол Наиболее опасна Совет обороны Вот такие дела Нас глушили А мы как говорится И не знали Так, начался А где дед-то? Мне бы какой-нибудь Маркер с целью Попробуй через яму Только осторожно Еще бы знать Что за яма Вот здесь, да? У вас двое? Нет, вы один Нет, их здесь двое Придется воевать тогда Пробуем спускаться Так, темновато, конечно Но, блин, вся игра такая Хоть засветлей Так, один там Там тоже один В любом случае без оглушения Будет тяжело Ты один? Группа А Доложите готовность Группа А Что за хрень такая? Надо ремонтникам сказать Группа В Продолжайте патрулирование Двора Пока глушим Пока просто глушим Группа А Проверьте зону ветряков Потеряна связь Я понял Ну Когда мы нажимаем К Мы забираем патроны Из его Обойма Я, конечно, тугую Но Со временем Что-то начинаю понимать Опасно Только не смотри вниз Не смотри Как говорится To the down Так, наверное, скорее всего В правильном направлении иду Так, если я сейчас полезу У меня Не запалюсь У тебя будет только завтра Похладывая А теперь его Не понятно, когда Не видно Ни хера Так, вроде все нормально Конечно, я, может быть, что-то здесь интересное бы нашел Но Да Побыть для разнообразия в спокойном месте Это, конечно, красота Т1 Ничего, ну Вытащил Так, где твое оружие? Пистолетов нет, да? Молодцы вы Добрались С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо Так Времени мало Скоро охрана вернется Я на паровоз Он вроде как подготовлен Вы давайте наверх Включите поворотный механизм Ну и по сторонам посмотрите Ладно, очень хочется здесь все изучить, блин, но Мы же все-таки отыгрываем роль А когда мы отыгрываем роль Мы и делаем нелогичные вещи Уже это? А что так быстро-то? Я не палился Что, надо смалять обязательно? Хэт-хэт Хэт-хэт Слушай, ну меня заставили воевать Я не хотел воевать Вы это видели, да? Вы же это видели? Хэт-хэт Хочется все подобрать Так, у меня всего до хрена, вот в чем вопрос Врубай поворотный круг Да как бы уже же Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Не видно ни хрена, блин Так, буквально Рыбай Стрелять Ужас Ужас Порядок Ужас Возвучай Кодоп Возвучай Вов-вов-вов Полегче Ты понял как быстро здесь умираешь? Очень быстро здесь умираешь То есть здоровье само не лечится Вот в чем смысл Я привыкший к тому, что оно восстанавливается по умолчанию, да? Ладно, чтобы Через боль приходит рост, как говорится Подожди, тут пособираю всякую фигню Все, я по максималке, да? Все, теперь будем знать, что делать Так, свет выключаем, чтобы нас не полили Покойно Покойно Не вижу, откуда шмаляют Поднимать штаны и бегать, как обычно Во-во-во, полегче Ух, ешкин и матрешки, устроили в бодобум Ничего себе Ты как, живой? Ребятки, на пластмозный ручной привод есть Артем Прикрываю Подвигайся Вам не забывать Собирать патроны Где еще? Я не вижу Вижу Вижу, не вижу Не вижу, вижу Ай, горю Сука Чтобы я долбил по кнопкам Поезд, залезай Нет, нам не надо Надо бы противогазы надеть, может изоляцию повредили Мы вырвались База, взяли машиниста с двумя сообщниками Прием Понял, база, конец связи Так, этих в расход Машиниста Я не понял, что значит в расход? Не лезь, не в свое дело Это ты не лезь Сейчас полковник тебе все разъяснит Товарищ полковник Тут такое Папа, ребята, это мы Помогите Аня, какого черта Артем Ребята Что тут делаете? Вот так добрый вечер Полковник, это трибунал Всем вам Так, всем заткнуться Невероятно Невероятно Черт Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли Поволчи! Как вы тут оказались? А впрочем, не важно Ты не представляешь, во что вы влезли Теперь куда ни кинь Всюду клин Ганза Этого так не осталось Наблюдатели не позволят Нет уж, я не замолчу Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник Так, как ломали Люди Из других городов И ты-то Всем молчать! Жечь от детей! Все на том Отец, что там по железной дороге впереди? Да стой первого километра, дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется! Только торопиться нужно! Они хрень им вызывали! Значит так, мужики Артем, Санька и моей сейчас такого наворотили В Москву им сейчас возвращаться нельзя А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется А вы оставайтесь Слышь, майор Мои люди к недоразумению на глушилке Не мельишь, отец, значит Отношения не имеют Я ни хера не понял, но за ребят буду драться Конечно Артем, Аня Это же наш Орден своих не бросает Если не, то кто? Ладно, спартанцы Садайте их за борт и порвай вперед Артем, пошли выйдем На свежий воздух Спасибо ребятам, что поддержали Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил Двадцать лет мы сидели в метро Считая, что весь мир сгорел во время войны А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены Отец просто врал Врал тебе Мне Да всем вообще Всего Немедленно остановите локомотив и выходите с пользитыми руками Че, бля, происходит Слишком много экшенов в одной серии В противном случае будет открыт огонь на поражение Ох, сука, сколько же на нем брони навешано А пулеметом? Ну что, доволен? Ты этого добивал? А при чем тут он? Это ты все Это было последнее предупреждение Немедленно остановите локомотив О, черт! Ты как? Порядок? Сарабина? Все Осталиваемся Но тормоза тут не к черту Ермак, начинай исправлять фад Пусть думают, мы послушаемся Это ты правильно решил тормозить Сразу видно Разумный человек Гранатами мы им только краску поцарапаем А если изнутри? Гравчатки маловато Разве что всю в топку им засунуть Товарищ полковник, разрешите мне Добровольцев здесь назначаю я Пойдет Артем Почему Артем? Он эту кашу свалил, ему не раскребывать Артем, как притормозил, прыгай Ты что ли ехал, Борис? Я, я Некуда там ехать, Мельник Ты не бывал дальше, а мы бывали Так а мы просто отъехать решили От эмоций лишних А вы сразу стрелять начали Остановлюсь, отпустишь? Я уполномочен задержать И передать органам Сам понимаешь Это дезертирство Предательство Охренел, паскуда Меня в предателе? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение Если не остановишь, значит завербовали тебя К хозяевам, значит, бежишь Решили уже все, да? Нам туда до трибунала не довезут Ты мне зубы не заговаривай Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? С нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам сколько лет служили верой, правдой Гром жилили Врагу продался? Да не нас заслала, а ты Я пью свою жизнь Служил и служить буду Всегда Я сдохну, если надо Родину за людей, понял? Но не ради тебя, книда Хороший диалог был Но нам нужно делать дело Сколько их здесь? Двое? Так, ну если что-то я пропустил, то и хрен с ним Фильтрульку взял Опять темно, нихрена не видно Здесь пойдем, конечно Здесь, конечно, можно и смолять по беспределу Метро же это игра не про это, да? Добавляем ход Нормозами к черту Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться Так Дальше продвигаться Как продвигаемся? Так Ладно, они пока про меня не знают Я шмалять не буду Здесь можно просмыгнуть Я шмалять не буду Все-таки я уверен, что концовка будет зависеть от этого Хотя я уверен, что за время игры мы все равно аппортачим много раз Не стреляй, не стреляй Я про всяко тебя Я не снижаю Меня снижаю Лично, лично тебя пристреливай Не затылай в рожу твою Готина кромая Отставить по-видимому Внизу Стойте! Огонь! Огонь! Артем, скорее Нас сейчас в командире слежут Держись! Артем, ты цел? Такое количество экшенов обычно под конец игра У нас только начало Что же будет дальше? Поздравляю Теперь мы не просто предатели А самые настоящие вражеские диверсанты получаются Мы стоим сотни километров от Москвы Стоим и проверяем дозиметры Потому что все они показывают почти нормальный фон Будто сговорились Но эта потрясающая новость никого особо не радует Ребята не понимают, что делать дальше А лично я жду ответов на вопросы И надеюсь, что командир Которому я до сих пор доверял безоговорочно Будет очень убедителен в этих ответах Одно меня очень сильно радует Что при таком количестве экшена Мой компьютер тянет эту игру на максималку Прекрасно Мы сейчас на развилке Все недоумевают, куда дальше Вперед или назад Налево или направо Мда, примерно этого я от тебя и ожидал Но суть передана верно Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно Фон в норме И у Степана тоже норма на дозиметре Можно дышать без масок Так, значит Не врали Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена Объясни, наконец, хоть что-нибудь Хорошо Начну с главного Война не окончена То есть, как это не окончено? Не перебивай Большая часть городов уничтожена Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником Чтобы избежать нового удара Командование приняло единственно возможное решение Не подавать признаков жизни Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП Сеть станций радиоподавления Покрывающая территорию Москвы Чтобы всякие радиолюбители Своим нытьем в эфире Не навлекли на нас новые боеголовки И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих А раньше сказать было нельзя Когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой Нет, нельзя Я сам доступ получил полгода назад Под грифом Расскажешь, сдохнешь Ребятам врал, что метеостанцию охраняем Святослав Константинович Если нельзя, назад Как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем Чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали Так что постарайся Ищи позывной «Ковчег» Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку Расстреляли охрану Уничтожили патрульный бронепоезд И удрали из Москвы Ах, тут и трибунал не нужен Дороги домой нам нет А раз так, надо двигаться вперед Что еще за канатами? Командование обороны Москвы Слышал про невидимых наблюдателей Слышал, но это же просто сказки Не сказки Это они и есть Уверен, что они Москву защищают Они свои задницы И что за... Ковчег? Если Артем поймает позывные, все узнаешь Ну-ка, ну-ка, а это что? Всем, кто слышит это сообщение Всем, кто не твердый Всем слушать Объявляется общий сбор Точка сбора КОН 1811-79 Квадрат 18-7 Повторяй Так, где там номер-то? Точка сбора Так, вот здесь, значит Разбираем он там Ясно, маршрут вырисовывается примерно такой Вот наша цель Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это Проект Корчаг это целый подземный город Огромные запасы техника Лучшие специалисты Это ставка верховного главнокомандующего Там все руководство страны И они начали возрождать страну Мы расскажем им, что Москва жива Что все было не напрасно И все изменится Все, вы понимаете это Начинается новая жизнь Для всех выживших А с женщиной там, кстати Как ситуация? Орлы Ну раз такой случай Дамир, доставай Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом Это я не поверил сначала Но до Урала путь не близкий Давайте что ли обустраиваться как-то Название этой развалине дадим А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки Да иди ты Берзю И еще лучше Да ну А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари И Крессер... Ну, сами знаете чего Другое дело Неплохо Мне нравится Красивое имя Вообще норм Но Крессер чего? А, потом расскажу Значит, решено Тогда Заврору! Артем, давай на карту-то посмотрим Ну, отметили Хватит, пожалуй Ермак, полный вперед Есть! Пойду и кешу Сверху Ничего себе Маршрут Сколько же нам туда ехать? В этой серии игра больше похожа на Call of Duty Вы можете отправиться дальше Или продолжить исследование Открытый мир, по-моему По-моему, открытый мир А исследование чего продолжить, интересно? А, в смысле исследование поезда Среди долгих лет в подземелье Воздух поверхности казался нам невыразимо свежим Пьянил Но эйфория, в которой пребывал экипаж Объяснялась не этим У нашего путешествия появилась настоящая цель Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента Ни армейского командования Оказывается, все они спаслись Только где они были? Пока мы жрали друг друга в подземельях метро Когда доберемся до Ямантау Мы обязательно спросим об этом Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной Теперь, по словам Мельника, захвачено врагом И нам придется прорваться с боем Маленький отряд против оккупационных армий Каковы шансы получить ответ? Что-то пока игра в этой серии совсем на метро не похожа Первая серия, да, вторая, что-то совсем какая-то другая игра Что будет дальше, вообще непонятно Как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом Как заслужить прощения, вернуться в метро И зажить своей прежней жизнью Той жизнью, от которой ты всегда бежал А я... тебе не верила А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Тормозите! Огневой контакт! Четверо, дрезина! Держи, дрезина! Тормозите! 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 Успешите! Тормозите!